Здравствуйте, дамы и господа! Не так давно компания SteelSeries анонсировала новую линейку своих гарнитур под названием Arctis. А поскольку я являюсь любителем гаджетов от SteelSeries и давненько уже пользуюсь со своей женой вот такой вот гарнитуркой, то я очень ждал, когда ко мне в руки попадется что-нибудь из вот этих вот интересных наушников. И ко мне приехало целых две модели. Это Arctis 5 и Arctis 7. В этом видео мы с вами ознакомимся именно с флагманом линейки Arctis. Arctis 7. Это беспроводная гарнитура, которая обещает быть очень интересной. Так, давайте сделаем анбоксинг и посмотрим, что у нас внутри. Открываем коробочку. Довольно-таки прикольная стилизованная коробка. Внутри у нас куча бумажек. Arctis 7. Какой-то мануал на всевозможных языках. Какая-то информация. Ничего особо интересного. Какая-то интересная бумажечка. Hated. Очередной какой-то мануал. Ничего особо интересного. Так, какие-то наклейки для любителей наклеек. Можно вырезать где-нибудь, приклеить. Ну и, конечно же, самое интересное. Это непосредственно сама гарнитурка. Распечатываем это дело. Беспроводная гарнитурка. Ух, такая. Довольно-таки увесистая. Но сейчас будем смотреть с характеристиками, знакомиться более подробно. Довольно-таки прикольненькая, честно говоря. Мне нравится так сходу. Так, откладываем. Где-то должен быть еще донгл. Вот тут еще одна такая коробочка с аксессуарами. Именно так она зовется. Теакс открываем. Здесь приемник. Какие-то кабелечки. Вот так вот это все выглядит. Приемничек, при помощи которого гарнитурка коннектится к вашему ПК, консоли и так далее. И парочка комплектных кабелей. Есть USB Type-C, поскольку я понимаю. Кабеля очень мягкие. Хорошая качество кабелей. Я бы даже сказал отменная. И миниджек. На какой-то свой специфический разъем. Для чего это чуть позже узнаем, ребят. Мне все было интересно. Как далеко эта гарнитура может работать без провода. Я живу в частном доме и хочу сейчас сделать такой небольшой тест. Ребят, вот я сейчас включил музыку. Я думаю, что слышно нужно быть на камеру. И прогуляемся в какое-то самое дальнее помещение, которое есть у меня дома. И даже вот в самом дальнем углу. Вот я пришел черти знает куда. Через бог знает сколько стен. А стены тут довольно-таки толстые. Хочу сказать, наушники работают без каких-либо проблем. Честно говоря, это очень даже впечатляет по меньшей мере. Но, конечно, если выйти на улицу, то там уже вообще никак. Потому что стены у нас совсем толстые. И да, как только выходишь из дома, сигнал теряется. Но по дому частный дом в 100 квадратах в любой точке дома без каких-либо перебоев работают четко. Огонь просто. Давайте посмотрим на гарнитуру более ближе. Качество изготовления у гарнитуры очень радует. Чаша наушников по бокам изготовлена из софт-тач пластика. А окантовка по краю сделана из обычного пластика. На ощупь очень круто, мягенько, приятно, красиво выглядит. Вообще дизайн у наушников достаточно такой минималистический. Я считаю, что очень удался. Автоматическое оголовье сделано при помощи вот такой вот ткани, которая тянется. И вы когда одеваете на голове, я вам покажу еще на примере, ну, довольно-таки это удобно все сидит. Плюс вот эта ткань, она заменяемая. Вы можете зайти на сайт SteelSeries и заказать ту, что вам будет по душе, и поменять по своему выбору. Оголовье сделано из металла. Похоже на какой-то алюминий. Точно затрудняю сказать, что за металл. Снизу оно прорезинено. Довольно-таки прочное. Качество просто потрясающее. В принципе, придраться тут особо не к чему в плане качества изготовления. Очень порадовали амбушюры. Они сделаны из ткани, очень мягкие, дышащие, не напрягают ухо. При этом ухо не потеет в них. На самом деле, это одни из самых лучших тканевых амбушюр. То, что я встречал в наушниках. Также, если вам по каким-то причинам эти амбушюры не нравятся, на сайте SteelSeries вы можете заказать кожаные, либо велюровые, другие амбушюры. В целом, корпус достаточно прочный. Ничего не скрипит, не люфтит. И подогнанно все очень хорошо. Также имеется фирменный для SteelSeries телескопический микрофон, к которому мы с вами еще вернемся, послушаем его качество. Все управление наушниками осуществляется при помощи вот этих вот кнопок. Здесь у нас регулятор громкости, плюс-минус. Регуляторы, кстати, сделаны из резины. Хорошего качества достаточно. Здесь кнопка включения-отключения. Также мерцает индикатор. Вот сейчас вы видите, он желтый. Сигнализирует о том, что средний уровень заряда. Кстати, наушники, когда какое-то время не работают, то есть никакой звук на них не идет, они по умолчанию автоматически отключаются для экономии заряда. Здесь же клавиша включения-отключения микрофона. Вы ее когда нажимаете, наушники издают характерный звук, чтобы вы понимали, когда вы включаете и отключаете сам микрофон. По разъемам. Здесь есть один разъем для подключения аналога. В комплекте есть вот такой вот кабель. Вы можете подключить его к самим наушникам. И сам мини-джек подключить к вашему смартфону, либо звуковой карте вашего ПК. При этом все, микрофон будет так же работать. Наушники включать не нужно. То есть они работают таким образом в аналоговом режиме. Также здесь вы можете наблюдать разъем мини-джек. На самом деле этот разъем называется шеерджек, и это очень крутая фича. То есть вы можете взять вторую пару наушников, подключить в этот разъем, и звук будет одновременно идти как в эти наушники, так и во вторую пару. Очень крутая фича, если вы, например, хотите посмотреть какое-нибудь кинцо со своей второй половинкой, и оба любите наушники. Ну и также порт для зарядки через микро-USB. Оголовье в этой гарнитуре я одновременно хочу назвать гениальным, и в то же время странным. Вот смотрите, как оно выглядит, если его не придерживать. То есть оно вот так вот болтается, выглядит это очень сомнительно, и если честно, не очень-то и удобно. Но, ребят, когда вы их одеваете на голову, все как-то резко сразу меняется. Я ответственно заявляю, что это одно из самых удобных оголовье, потому как вот эта вот ткань, она буквально идеально равномерно натягивается, и причем очень мягенькая такая, и наушники сидят просто обалденно. Вы можете головой крутить, вертеть, и они сидят как влитые, и при этом ни разу не жмут. Как я уже говорил, уши в этих чашках не потеют. Я сидел буквально полдня в этих наушниках, и мне было очень даже комфортно. И при весе в 380 грамм, что меня удивило, они не особо утомляют вашу голову. То есть в целом посадку можно охарактеризовать, ну, практически эталонной. Более крутая посадка может быть у моих наушников в Sony, но они весят 150 грамм. SteelSeries очень нахваливает встроенный микрофон. Сейчас вы можете услышать качество записи через этот микрофон. Они его называют ClearCast, и говорят, что это едва ли не один из самых лучших геймерских микрофонов. Но как вы можете слышать, к сожалению, пока что до уровня конденсаторных микрофонов данные микрофоны не дотягивают. На самом деле ничего особо выдающегося по звуку я не вижу. Обычный средний микрофончик. Единственное, что очень удобно, то что он телескопический. Вы можете его подвинуть, как вам удобно будет. Либо вообще спрятать. И даже так, в принципе, он работает, ну, сносно. Хотелось бы еще обратить ваше внимание на регуляторы на самих наушниках. Они находятся снизу наушников. И очень часто, когда я их беру и одеваю на голову, я непроизвольно кручу эти регуляторы в какую-нибудь из сторон, и постоянно сбивается у меня звук. То есть не совсем удобно их расположили. С одной стороны, они всегда под рукой, но с другой стороны, нужно привыкать брать правильно эти наушники, чтобы правильно их одевать. Кстати, в этой гарнитуре имеется два регулятора. Один просто регулирует громкость плюс-минус, а другой имеет возможность отрегулировать громкость игры, либо громкость чата. Довольно-таки прикольная фича, если, допустим, игра у вас слишком шумная, а ваших собеседников не слышно, вы можете просто взять, прикрутить громкость игры и покрутить плюсик чата. Либо, напротив, если собеседники слишком шумные, вы можете сделать чуть громче игру. Но, как я уже говорил, то, что эти регуляторы часто сбиваются при одевании. Поэтому нужно быть внимательным, когда вы снимаете и одеваете саму гарнитурку. Теперь несколько слов о звучании самой гарнитуры. Ведь фактически, покупая наушники, это самое главное, что должно вас интересовать на самом-то деле. Поскольку гарнитура беспроводная, качество звучания и громкость звучания напрямую зависят от того, какой ЦАП и усилитель установлен непосредственно в сами наушники. И хочу сказать то, что если вы любитель так, чтобы наушники качали, буквально там орали, как сумасшедшие, то эти наушники вам вряд ли подойдут, потому как запас громкости я могу охарактеризовать как, ну, чуть выше среднего. Например, если подключить мои наушники Соньки вот к этому микрофону, к встроенной звуковой карте этого микрофона, то максимальная громкость этой гарнитуры будет равна 40% того, что выдает звуковая карта в моем микрофоне. Это нюанс, как бы, всех беспроводных наушников, и это просто нужно учитывать. Но обратная сторона медали, это то, что наушники действительно очень удобны в использовании. Здесь нет никакого болтающегося провода, и, честно говоря, при выборе проводная или беспроводная гарнитура для гейминга я подал бы, пожалуй, предпочтение все-таки беспроводной, потому что, ну, это реально удобно. Особенно вот в моем случае, если интенсивно работать рулем. К примеру, никакой провод сбоку не болтается, никогда не мешает. Это удобство. Но за удобство нужно платить. Что касается звучания музыки в гарнитуре Arctis 7, здесь тоже не все идеально. Я бы оценил, пожалуй, по 10-бальной шкале, ну, где-то на семерочку. Больше всего, что мне понравилось по звучанию музыки, это высокие частоты. Они довольно-таки сухие, не ярко выраженные, не жесткие, не мягкие, вот что-то такое среднее. Очень похоже на киношные высокие частоты, которые, ну, достаточно неплохо звучат, не напрягают вас, но при этом и недостатка высоких частот вы не ощущаете. А вот уже начиная с середины, здесь уже не все так гладко, и все-таки чувствуется небольшое искажение в области средних частот. По крайней мере, вокалы звучат не очень убедительно, не хватает детализации, не хватает сцены, не хватает глубины. Наушники эти закрытого типа, и очень ярко выражен стиль звучания именно закрытого типа наушников. То есть, складывается впечатление, что вы одеваете на голову батискаф, и какой-то сцены, объема эти наушники фактически не дают. И, наконец, если вы любите мощные такие низкие частоты, то эта гарнитура вам совсем не подойдет. Низкие частоты этой гарнитуры более схожи, как на наушниках открытого типа. То есть, после 100 Гц чувствуется спад на низах, и хоть производитель указывает на сайте то, что воспроизводят эти наушники от 20 Гц, честно говоря, на слух именно от нижнего спектра низких частот, ну, совершенно не слышно. То есть, самое подходящее слово к качеству звука у арки седьмых, это сухой звук. Поэтому, если вы любите, чтобы звучарок качал так, то это определенно не ваш выбор. А еще очень важно после покупки эту гарнитуру хорошенько прогреть, потому как как только я достал ее из коробки, включил и начал слушать музыку, если честно, я прозрел, они звучали, ну, очень плохо. Но оставив буквально часов на 6 где-то, чтобы поиграла музыка, одев их снова, я уже как бы более приятно был впечатлен. После прогрева сильно выровнялась середина, бас, конечно, особо не поменялся, высокий тоже, но вот основная проблема была именно в средних частотах. Как-то она слишком зажатая какая-то была, и как будто сквозь трубу какую-то звучала. После прогрева стала лучше, и в принципе музыка начала приносить какое-никакое удовольствие. А вот что касается игр, то здесь, конечно же, полный порядок. Поскольку это в первую очередь игровая гарнитура, то она и должна выдавать свое максимальное качество непосредственно в самих играх. Здесь, конечно, вопросов никаких нет, довольно-таки четко вы слышите вашего соперника, выстрелы в шутерах, звук двигателя в машинах, все круто. Недостатка басов, опять же, вы особо не испытываете, потому что нет такого, чтобы там игра что-то качала прям жестко. Взрывы нормально ощущаются, хорошо звучат, но в целом мне понравилось. В кино тоже все очень хорошо. Вообще звук, если честно, реально можно охарактеризовать как киношный. Он сухой, он не ярко выраженный, нету огромного баса. Это хорошие, реально высокие такие, на мой вкус. То есть, если оценивать качество звука по 10-ти бальной шкале, то 7-очка в музыке, 10-ка в играх и 9-ка в кино. Еще пару слов о громкости. Если подключить эту гарнитуру при помощи аналогового входа к вашей звуковой карте, разница в звучании сразу сильно меняется в лучшую сторону. Во-первых, недостаток громкости сразу уходит на нет, потому как здесь, кстати, используются 40-мм мембраны, которые, как говорит SteelSeries, воспроизводят от 20 Гц до 20 кГц. И, что хочу сказать, при именно кабельном подключении, что ни говори, но качество звука все же значительно лучше. Ну, не то чтобы значительно, но лучше. И музычка уже начинает играть не на семерочку, а, ну, поменьше мере, на восьмерочку. Очень даже неплохо, я считаю. Высокие, очень чистые, очень ясные, яркие, мне очень понравились. Середина тоже неплохая, бас умеренный. Если хотите, можете подкрутить эквалайзером, но, опять же, не будет такого ощущения, что наушники прям качают офигеть. И запас громкости просто становится с головой. При этом всем мембраны реально очень хорошо выдерживают действительно высокую громкость. Сопротивление наушники имеет 32 Ом, и даже микрофоном раскачиваются просто на ура, без каких-либо проблем. Поэтому, по сути, вы можете выбирать, либо действительно более лучшее качество звука по проводу, либо без провода и удобства. Также в самом трансмиттере имеется два разъема миниджек. Это вход и выход. То есть, вы можете на Line Out подключить ваши колоночки, и как только вы отключаете гарнитуру, начинают играть колонки. Но если вы включаете гарнитуру обратно, то колонки отключаются и начинают работать наушники. Это действительно удобно. Ну, а также Line In, если вы хотите вывести звук еще с какого-нибудь устройства по аналогу. А вот к программному обеспечению SteelSeries у меня уже реально есть много вопросов. Давайте разберемся по порядку. Самое первое, что нам бросается в глаза, когда мы открываем окно с софтом, это сам эквалайзер. Так вот, обратите внимание, что эквалайзер здесь шестиполосный, но обратите внимание на диапазон предоставляемых эквалайзером частот. Ладно уже, бог с теми низами от 64 Гц. Ниже реально эта гарнитура не играет, к сожалению. Но высокие в 11 кГц реально уже вызывают довольно-таки много вопросов. Почему такая низкая частота? Ведь 11 кГц на самом деле это, ну, не самая верхняя частота, которую могут отыграть эти наушники. И я считаю, что здесь стоило бы сделать, ну, хотя бы 16 кГц. И в принципе, производители могли бы на самом деле это сделать без каких-либо проблем. Второй вопрос. Сами частоты можно выкручивать до 12 дБ. И если низкие частоты выкрутить до предела, то начинает появляться перегрузка. И реально басы сильно хрипят. Я считаю, что сюда стоило бы добавить еще один ползунок с уровнем громкости. Если кто-нибудь захотел бы выкрутить себе басуху посильнее, можно было бы уровень приспустить и добиться какого-то там баланса, чтобы не было перегрузки. И можно было слушать музыку так, как нравится пользователь. Но, к сожалению, здесь такой возможности нет. Вот сейчас для примера я вам покажу другой драйвер от Creative, как выглядит здесь эквалайзер. И вот здесь, бог с ним, то, что сильно больше полос на самом эквалайзере. Но реально здесь высокие от 16 кГц, басы, ну, бог с ними, там, 31. Допустим, даже если 62, здесь есть такая штука, как уровень. И вот сюда я считаю, что очень нужно ее добавить, чтобы можно было пользоваться на 100% всеми ползунками. Потому как без уровня это сделать, в принципе, невозможно. Будет сильно хрипеть музыка. Ну, а потом, опять же, сами частоты, я считаю, что здесь все-таки нужно подкорректировать. Допустим, басы можно так и оставить, а 500 Гц можно было бы убрать, вместо них поставить сюда 1 кГц. Потом 4, 8, 16. Так было бы намного разумнее, и в итоге звук мог бы выходить качественнее несколько, чем то, как есть сейчас. Ниже здесь есть уже какие-то готовые предустановки, которыми особо, в принципе, никто не пользуется, потому что, ну, кто будет настраивать таким образом эквалайзер, я, если честно, не представляю. У каждого свой слух. Наушники, в принципе, имеют не идеальную амплитудно-частотную характеристику, но каждый может под себя подстроить, как будет удобно. Но на всякий случай, если кто не понимает, что это, может потыкать готовые пресеты. Может быть, кому-нибудь таким образом это все понравится звучанием. Так, выше мы можем видеть здесь такую штуку, как DTS Headphone X7i1. Это одна из ярких таких заявленных функций. На самом деле, эта штука здесь для того, чтобы сделать довольно-таки узкую сцену в этой гарнитуре более шире. Ну, проще говоря, это пространственное звучание. Но, что она делает по факту? По факту, она выпячивает басы. Примерно, причем, в районе, я не знаю, 100 Гц, не 64. Делает бас более таким, чуть бубнящим, более насыщенным. Ну, бас как бас еще. Но, то, что она делает с средними частотами, это вообще что-то невообразимо. Становится такое впечатление, что к самому динамику, к наушнику вставляют трубу, наверное, метров в пол. И вы через эту трубу слышите звук. Очень сильно искажается середина. При этом, как бы, появляется какое-то ощущение пространственного звучания. Но сами искажения настолько сумасшедшие, что музыку при таком режиме слушать просто противопоказано. В играх, ну, где-то да, где-то нет. В целом, скорее, я бы сказал нет. И эту функцию, ну, лично я полезной не могу назвать. Высокий она совершенно не затрагивает. То есть, коверкает середину, выпячивает басы, не самые низкие. Такая вот функция. Ниже мы видим такой блок, как компрессор динамического диапазона. Кто не понимает, объясню в двух словах. Эта штука призвана урегулировать низкий уровень сигнала и высокий примерно в одной единое цело. То есть, в принципе, этот компрессор может быть болезнен владельцам домашних кинотеатров. Когда в каких-то сценах персонажи реально не очень громко говорят, их не очень сильно слышно. Приходится громкость выкручивать с пульта повыше. Но когда начинается какой-то экшон, звук начинает так кричать, что дребезжат все окна, долбятся соседи. И, в общем-то, кино смотреть бывает так некомфортно. Для этого используют вот такие вот компрессоры динамического диапазона, их включают. И, как видите, звук может уравниваться. То есть, тихие сцены становятся более громкие, громкие более тихими. В целом, это выходит на одном уровне громкости и слушать становится более комфортно. Но для чего эта фишка самой гарнитуры для наушников, я не представляю. Потому как в этой гарнитуре, по крайней мере, отчетливо слышно каждый шепот. Но при этом все, когда начинается какой-то экшон, они не давят на слух. Они звучат довольно-таки комфортно. Я считаю, что эта функция здесь, в принципе, бесполезна. Либо, может быть, полезна тем людям, у кого какие-то проблемы со слухом. Но, не иначе. Но, в общем-то, есть такая функция и бог с ней. Выше мы можем видеть в разделе микрофон предпросмотр живого микрофона. То есть, грубо говоря, если нажать эту фишку, вы начинаете слышать сами себя через микрофон с задержкой примерно где-то в полсекунды. Ну, грубо говоря, это нужно для того, чтобы протестировать ваш микрофон, уровень громкости и так далее. Ниже есть разделчик местный эффект микрофона. Что это такое? Эта функция позволяет сделать так, чтобы вы будете отчетливо слышать свой голос в реальном времени и без задержек. Объясню, зачем это. Эта гарнитура имеет закрытое акустическое оформление. То есть, она не пропускает посторонние шумы к вам в уши. И при этом все, когда вы что-нибудь говорите, вы сами себя слышите не настолько отчетливо, как это происходит без наушников. Так вот, бывают такие ситуации, что когда начинает громко звучать какая-то музыка, поскольку вы сами себя не слышите, вы начинаете непроизвольно сильно громче говорить. Если вы занимаетесь какими-нибудь там летсплеями или что-нибудь записываете, то это реально может не очень хорошо вылиться в общее качество записи вашего голоса. Так вот, вот эта вот штука позволяет сделать так, потому что, как я уже сказал, вы будете слышать себя в реальном времени. То есть, если вы выключаете этот ползунок, по идее, вы должны четко слышать то, что вы говорите, как будто вы это слышите просто собственными ушами без наушников. Но здесь эта фишка работает, ну, прямо-таки скажем, не так хорошо, как хотелось бы, поскольку уровень громкости, то, что вы слышите в динамике, он очень сильно низкий. И даже если микрофон поднести прямо к рту и говорить прямо в микрофон, то тогда кое-как вы начинаете слышать то, что вы говорите. А так, по сути, она фактически не работает. Ее точно нужно дорабатывать, сделать, во-первых, звук немножко чище, я не знаю, а здесь как-то слышно звук еще немного хуже, чем он записывается, допустим, в OBS. И при этом все очень тихо, нужно сделать этот ползунок, ну, как-то отрегулировать, чтобы было, ну, хотя бы в три раза громче, чем так, как есть. Чтобы на среднем уровне вы действительно слышали средний уровень, на высоком действительно высокий. Это получается, что на высоком уровне едва ли низкая громкость звучания. Как-то так. Ну, и ниже последний здесь есть ползуночек, это просто громкость микрофона. Кстати, при максимальной громкости, опять же, вот эта фишка работает очень тихо. Ну, на этом все, больше здесь особо такого ничего и нет. Я считаю то, что еще стоило бы добавить компрессор динамического диапазона непосредственно для микрофона. Потому как бывают такие ситуации, когда вы можете говорить что-то спокойно, и тогда компрессор мог бы приподнять ваш уровень громкости, чтобы вас было более четко слышно. Но при этом все в какой-то ситуации, когда вы начинаете дико кричать, появляются так называемые пики или перегрузки. Чтобы этого не было, вот эти вот компрессоры могут помочь снизить громкость. И в итоге тихо-громко сделать все воедино в среднем уровне, и более качественно из-за этого получается звучание. У конкурентов такие фишки есть. Я считаю, что SteelSeries тоже может это все добавить. Но, учитывая то, что гарнитура еще не поступила в продажу, а поступит через пару недель, как мне сообщили. Возможно, они со временем допилят софт. Я считаю, что стоило все-таки его поправить. То есть, переделать эквалайзер, переделать местный эффект микрофона и добавить компрессор динамического диапазона для микрофона. Ну, функция DTS headphone, это лично мое мнение. Мне она не понравилась, но, может быть, кому-то это будет и интересной фишкой. Что можно сказать напоследок? Гарнитура получилась очень удачная. Для игр и кино просто must-have. Для музыки тоже вполне себе неплохо. Конечно, если наушники специализированы именно по музыке, на эту цену они, конечно, могут в каких-то аспектах выигрывать у SteelSeries. Но, в любом случае, SteelSeries держится достаточно уверенно. Может показаться то, что на эту гарнитуру высокий ценник, но, в целом, хочу сказать то, что они своих денег стоят. Потому как качество исполнения, удобство использования реально очень долго держит аккумулятор. Конечно, за счет того, что они беспроводные не самые легкие, но при этом всем, даже при их весе, как я уже говорил, на голове они держатся очень комфортно и голова не устает. Пока что гарнитуры Arctis в продаже еще недоступны. SteelSeries говорят то, что они появятся в продаже в странах СНГ в конце мая. Поэтому, если вам понравилась эта гарнитурка, на всякий случай добавлю ссылочку на официальный сайт SteelSeries. Можете посмотреть и ознакомиться с ними поближе. На этом у меня все. Если обзор понравился, ставьте лайк. Также подписывайтесь на канал, если ждете обзор на вот ту вот интересненькую гарнитуру. На самом деле, эта гарнитура очень привлекает мой взгляд, потому что там еще есть очень эффектная подсветка по окантовке. А во всех остальных Arctis в третьем и в седьмом, к сожалению, ее нет. Поэтому, ребята, в следующем видео мы обязательно с вами разберемся, что же там прикольно, как звучит эта гарнитура, ну и со всеми ее нюансами. На этом у меня все. Огромное спасибо вам за просмотр. С вами был Sony. До скорых встреч. Всем пока!